Приветствую всех. Мир всем. Шалом. Шаббат шалом. Сегодня мир вам всем. И для меня честь сегодня быть с вами и делиться словом и свидетельством и молиться вместе с вами. Слава Богу. Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, собравший нас вместе, как птица своих птенцов собирает, как Отец ты собрал нас, своих сыновей и дочерей. Благословен ты, Царь наш, Бог наш, любящий этот мир, возлюбивший и отдавший сына своего за нас, Иисуса Христа, праведника, Агнца Закланова. Боже, благодарю Тебя за кровь святую, которой искуплены мы Твоей кровью, Боже, от всякого греха. Боже всемогущий, благодарю Тебя за Духа Святого Утешителя. Благодарю Тебя за силу Твою, Боже, мудрость Твою. Воздаю Тебе славу и хвалу, Боже всемогущий в собрании святых, Боже. И пусть, как фемиам, Боже, воскуряется, поднимается сейчас к Тебе эта хвала, эта слава. Пусть наши молитвы, как фемиам, поднимаются к престолу славы. Благодарю Тебя за все, Господи, и славлю Тебя. Во имя Иисуса Христа, Боже, благослови нас, наш Учитель, наш Наставник. Благослови сегодня, Боже, потому как только лишь Ты действительно по праву можешь именоваться Учителем нашим и Наставником, учащий и наставляющий нас на всякую истину. Боже, и пусть Слово Твое живое, действенное, оно живет и действует в нас, верующих. И сегодня, и во все дни нашей жизни. Спасибо, Боже, за каждого из нас. Тебе отдельное спасибо за каждого. Боже, благодарность Тебе за каждую душу. Боже, Ты вел путями разными нас в этой жизни земной. Спасибо, что, Боже, на нашем пути Ты – жизнь, Ты – воскресенье, Ты – победа наша, Ты – счастье наше. Слава Тебе за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Как хорошо и приятно братьям собраться вместе. Как хорошо и приятно с сестрам собраться вместе. Как хорошо и приятно с сестрам собраться вместе. Как хорошо и приятно с сестрам собраться вместе. Как хорошо всем нам собраться вместе. Как хорошо с Богом собраться вместе. Как хорошо, как хорошо. Как хорошо, как хорошо. Очень хорошо. Слава Богу. Да, вообще, действительно хорошо нам собраться вместе, потому что Бог нас собирает как своих детей вместе. И сегодня особый день такой покоя мира и я благодарю Бога за господина Шабата, который сейчас здесь с нами собрал нас вместе и благодарю за эту честь во имя Его быть вместе с вами. Во имя Мессия Иисуса Христа Иисуса Христа Иисуса Христа. Аминь. В Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне во плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление, слава и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос во плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Вот из послания Павлова ко всем нам сегодня, действительно, о Божьей любви, слово, о том, что вот о чем перед этим собранием, да, здесь за столом говорил я, кто слышал, не слышал, не все, наверное, слышали, да, ну, в целом, И понятно было, о чем я рассказывал, о Божьей любви, которая доказывается вот его верностью, Божьей верностью. Потому что Бог, он верный, и очень часто мы видим, что человек, он неверен, и очень часто бывает неверен. А Бог, его характеристика, его очень такое святое качество, он верен. Он свою верность к нам доказал, свою любовь к нам доказывает. И даже если человек не верен Божьему, Божьему, Богу заветам, Бог остается верным своему завету. В это великое просто благо для человека. Если бы нет, то, не знаю, все пропало бы. И однажды он нашел одного человека, который стал отцом всем нам, его звали Авраам или Ибрагим. Человек, который имел что-то особенное. Ведь не даром Бог его именно выделил из всех остальных людей. Есть много легенд о нем, в Библии мы читаем о нем. Но почему он отец верующимся? Наверное, самое главное, он оставался верным. Очень сильно. Он был уже старым человеком, мы знаем это из Библии. Старец уже, столетний. И его жена была уже старой женщиной. И уже написано, обычная женская прекратилась уже у нее. Она не могла никак забеременеть уже. Все. Чисто естественно, уже было невозможное. Утроба Сарина, как написано, была в омертвении. И он был уже старцем. То есть, по-человечески, была ситуация неразрешима. Но даже в такой ситуации, Авраам не отчаялся, не опустил руки. Он был интересным человеком. Очень интересным. Он ходил и смотрел на звезды. И он нас, всех, своих детей представлял. Он ходил и смотрел на песок. А там, в пустыне, я так понимаю, кроме песка и звезд, как бы особо нет ничего. Но он смотрел не просто на песок, как на песок. Он смотрел и вот так представлял нас, своих детей, свое потомство. И однажды совершилось чудо. Об этом до сих пор, спустя тысячелетия, мы просто читаем и благодарим Бога. Сара забеременела. И она родила. И мы знаем, что Авраам родил Исаака. Сын смеха. Многие, наверное, по-разному смеялись. Ну, представьте, когда бабушка такая уже, столетняя, да. Что-то она беременна и рожает. Первые роды, первая беременность, первые роды. Невозможное, возможно. И знаете, смеется хорошо тот, кто смеется последним. Многие, может, смеялись над ней, над этой семьей. Бабушка с дедушкой стали впервые родителями. Но на самом деле это великое чудо. О чем это говорит? О том, что Бог наш, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова, Бог Патриархов, Бог Пророков, Бог нет иного. И этому Богу имеем честь сегодня веровать мы. Имеем честь сегодня служить мы. Не все люди на земле знают о нем. А те, кто даже и знают о нем, порой знают совершенно по-разному. Но великая честь знать о нем, о Боге, из того, что он сам сказал. Из его слова. Великая привилегия, великая честь. И наш Бог, он даже мертвое делает живым. Когда Моисея, своего раба, пророка, он послал спасать Израиля, Моисей был тоже уже человек немолодой. 80 лет было ему. Он начал 80 лет свое служение. Первых 40 лет мы знаем, он был в Египте. Он жил в царском дворце. Был научен мудрости египетской. Потом так получилось, что он стал интересоваться своими корнями, своим народом. И увидев притеснение, он вступился. Тогда молодой, горячий человек. 40 лет ему было. Он как революционер такой, да, вот. Убил того египтянина. Закопал. Но евреи не поверили ему, как революционеру. И когда он был вынужден бежать, он был в пустыне. И он 40 лет жил там. 80 лет. Мне нет 80. И никому из нас, да, нет 80. Но если мы знаем 80-летних людей, да, и кому 80 и больше, у нас в Церкви есть сестры, которым за 80. И скажу, что 80 лет – это не самый удачный возраст для начала новой жизни. Для начала служения. Чисто по-человечески. И вы знаете, Моисей, он не потерял способности удивляться. Когда он увидел куст горящий, он не прошел мимо. Он подошел, он заинтересовался. Он говорил с Богом. Он говорил с Богом, Творцом всего сущего. Великий был человек. Удивительный был человек. И хотя он Богу высказывал порой не очень правильные слова, не очень хорошие слова, мы сами порой окажись один на один с Создателем. Возможно, не совсем правильные слова мы говорим или говорили бы. Но благодарю Бога за то, что Моисей, несмотря на разочарования многие, огорчения, внутри он остался таким же Моисеем. Таким же 40-летним, который был готов поднять бунты и вывести народ, спасти от притеснителей. Но в 80 лет он вернулся в Египет уже по-другому, с другой программой совершенно. Не просто бунт, не просто убить притеснителя египтянина. Он пришел как пророк. Он пришел с посланием от Бога. Он сказал слава Бога, отпусти мой народ. Вот на эту пасцию мы пели к Растору, вот эту песню. Let's my people go. Ну, конечно, неподражаемо. Армстронг поет. Это просто шедевр. Вот именно как раз сама песня, пасхальная песня, это как раз именно где Армстронг пел как раз именно и о фараоне, фараонах, о слугах фараоновых. И о том, что Бог послал Мозеса, Моисея послал именно с поручением отпусти мой народ, выведи мой народ из рабства. Потрясающе. Вот из всех пасхальных песен, какие я слышал, это одна из самых просто, ну, не знаю, для меня великих песен, вот, которая в устах этого черного, чернокожего этого певца, конечно, стала просто шедевром. и Божьи поручение потрясающее. Отпусти мой народ, отпусти мой народ. Какие знаки дал, помните, какие знаки дал Бог Моисею? Что он совершит это. Он сказал, вот посох, посох твой, брось его. И посох, это, ну как, палка, деревянная, но мертвая материя. Для натюрморта они же подходят. Ну, представьте, становится живой змеей этот посох. А второе, то есть, Бог показал, что он может мертвое делать живым. А потом другой знак, какой дал, рука засунутая за пазуху, высунутая, была прокаженная. Вся полностью покрытая проказой, неизлечимой болезни, лепра. А потом засунь снова. И он снова и высунул. И рука была чиста. Это не просто фокус был. Это действительно знак был свыше, что неизлечимые раны, а Моисей это знал прекрасно, что большая часть народа мертва. Да и весь народ, по сути, так или иначе, он мертв был. Духовно. Но Бог мертвый делает живым. И страшная проказа, греха, и, в общем-то, неверие поражало Израиль. Но Бог может прокаженное, неизлечимо больное делать моментально здоровым. Он может исцелять в одно мгновение весь народ. И с этим поручением, великим поручением, Моисей пришел в Египет. Дальше страшные события. И великие, и страшные. Мы читаем об этом. Пасху, поэтому, для нас, библейских верующих, независимо от нашей национальности, конфессии, динаминации, Пасха – это такой праздник Господний, но праздник со слезами на глазах. Праздник, который говорит не только о свободе, но и о рабстве. Не только о выходе, но и о поражении, уничтожении. И много страшного произошло. Самая последняя казнь была ужасная, конечно, это была казнь первенцев. Смерть первенцев всех. От человека до скота. Все поумирали. И это было страшно, конечно, по всему Египту. Ну и предыдущие казни были тоже. Не мед, конечно. И вы знаете, вот эти все казни, ужасные казни, конечно, одних они укрепили в вере, других они привели к разочарованию, к какому-то отчаянию, я не знаю. Один великий проповедник, это был, его называют королем проповедников, Чарльз Пэрджин. В 19 веке Чарльз Пэрджин был такой проповедник, он очень много проповедовал, очень часто проповедовал, его как бы называли златоустовым, таким протестантским, или король проповедников 19 века, проповедник, англичанин. И вот Чарльз Пэрджин, он говорил на эти темы много тоже, и об исходе, о Пасхе, и вот он говорил, что сердца человеческие, они порой напоминают глину и воск, которые где-то в полумраке, в каком-то там состоянии, могут быть, и даже на ощупь, одинаковы примерно. Но когда и то и другое выносишь с полумрака с этого подвала какого-то, выносишь на жар солнечный, и тем более на пекло самое, то глина превращается в камень, а воск, он плавится, тает. И вот сердца человеческие, он говорит, похожи на то и другое. И в определенном состоянии некотором, порой между верующим и неверующим, разницы почти на ощупь, ты не определишь даже поначалу-то. Но когда на жар, на солнце выносится, то есть это образ того, что когда пред Богом мы, когда Бог посещает землю, то некоторые ожесточаются, в камень превращаются, а другие плавятся. И вот сердце фараонова, оно превращалось в камень, все больше и больше. сердце Моисея, оно плавилось, все больше и больше. И когда Бог приходит, а Он приходит порой очень сильно, в Своем могуществе, некоторые люди ожесточаются, в камень превращается, в булыжник просто, а другие плавятся от Его любви. И вот поэтому очень важно, кто мы, что мы. Не все евреи поверили Моисею, мы знаем, что их в Библии даже указывается о сомнениях. Еврейское предание говорит нам, что примерно треть всех евреев так и не поверила Моисею, так и осталась она в Египте, несмотря на все чудеса и знамения. Пережив все казни, так и остались в Египте. Но заместо падшей, этой третьей, неверием, Бог привил веры с разных народов. египетских и тех, кто проживал в Египте, людей, которые поверили Бога Врама. Уже в наше время, в 20 веке, археологи нашли массу подтверждений этому преданию, что это уже считается историческим фактом, что после времени исхода археологи нашли массу, много примеров огромных еврейских поселений, которые подтверждают все это и говорят, что на самом деле множество евреев, тысячи и тысячи семей проживали после времени исхода на территории Египта. Там они и остались, там они и поумирали. Вот, и интересно, что Бог в самом первом дне в ту Пасху показал интересную вещь, что Он дает нам избавление независимо от нашей даже национальности. В первую очередь смотрит на нашу веру. Поверим ли мы Ему, Богу животворящему мертвых, Богу исцеляющему больных. И когда Он выводил ополчение свое из Египта, то люди были исцелены, все были исцелены. И потом чудеса совершались, мы знаем, их обувь не стапливалась, ноги не пухли, Бог кормил их хлебом ангелов. Ангельский хлеб ел человек, представляете, уму непостижимо просто, удивительно, который был на вкус как лепешка с елеем или в другом месте лепешка с медом. Интересно, люди шли и были питаемы Богом, освящаемы Богом. И когда народ вышел из Египта, то мужчин призывного возраста было 600 тысяч человек, но это на старте, но на финише оказалось всего лишь трое. И то Моисей сошел с дистанции уже на финиш на прямой, лишь два человека пересекло финишную черту и были в земле Израиля. Представьте, это такой супер-марафон, 600 тысяч человек, больше полмиллиона человек на старте, на финише только два человека. Иисус Навин и Халиф. Два этих человека, они удостоились быть в земле Израиля. И когда совершается пасхальный еврейский ужин, такой седр, то поднимаются бокалы едем мясо, овощи, горькие травы, пресный хлеб и поднимаются тосты. И наливаются бокалы и вот первый тост на пасхальном цедре он пьется за то, что Бог нас вывел из земли египетской. Буквально за это. Это по книге Исход 6 глава 6, 7, 8 стихи. Вот по этим трем стихам поднимаются тосты. И первый тост за то, что мы вышли из Египта. Мы не рабы. А второй потом едем мясо опять горькие травы, овощи и пресный хлеб хрустим отцой. И потом второй тост поднимается. Первый тост что мы не рабы, второй что рабы не мы. Что вышел из нас Египет. Тот же Чарльз Пледжин говорил интересно, что 40 дней надо было Всевышнему Богу, чтобы вывести нас из земли египетской, из дома рабства. Но 40 лет понадобилось, чтобы Египет вышел из нас. Чтобы Египет был, и вот это египетское мышление. Избавлю вас, написано от рабства их. В 6 главе 6 стих. Избавлю вас от рабства их. А там в буквальном переводе с еврейского говорится избавлю вас от образа мышления раба. Или от рабского мышления. То есть Бог нас избавляет, не только выводит нас из Египта, но и Египет выводит из нас. Это в каждом поколении мудрецы говорили, верующие должны переживать исход. И это происходит сейчас. То, что сейчас происходит в наших судьбах, это исход. Из царства тьмы. Но из царства тьмы выйти это одно. Это хорошо, это правильно, но это еще далеко не все. Некоторые верующие, знаете ли, уже совершив этот шаг, сделав шаг навстречу Богу, приняв спасение во Христе расслабляются и уже полны демберских настроений таких. И знаете ли, порой представляют себе спасение как эскалатор, который сам собой, знаете ли, как бы по щучьему велению во имя Иисуса Христа и доведет меня все это. Но на самом-то деле только в сказках так бывает. Или же если Библия, то если бы как разбойник на кресте, когда подулом автомата человек принимает Христа и уходит в вечность. Но для тех, кто после покаяния остается жить на земле, то самый простой путь это принять Христа спасение и тут же умереть, как разбойник на кресте допустим. Но для тех, кто остается, для них есть путь, очень непростой путь. Те, кто ушли сразу, им легче конечно, не сразу ушли. Те, кто остается, им сложнее, нам сложнее всегда, потому что мы идем дальше путем этим определенным. И пусть в жизни каждого из нас Египет выйдет. Это очень сложно. Настолько сложно, что не знаю, как у женщин было, может быть у сестер была получше ситуация, но у мужчин было очень плохо все. из 600 тысяч вышедших только два человека вошли в земле обетований. Очень печальная статистика. И даже в знак этого многие раввины говорят, поэтому пятый бокал мы не поднимаем на знак печали, траура. Это отдельная история. И вот первый бокал, что мы вышли из Египта, поднимается на Пасхальном садере, вторая чаша, вторая чаша поднимается, что Египет вышел из нас, что мы избавились от образа мышления египетского, который есть образ мышления материалистический, оккультный, бесовский, от него избавились. Потом опять едим мясо, горькие травы, пресные хлебы едим. И потом приходит время третьего тоста. Третий бокал поднимается на Пасхальном столе. Всегда испоком веков поднимается провозглашающий дальнейший стих, следующий стих из Библии, той же шестой главы. исхода. И там говорится, что Он спасет нас мышцей Своей, чудесами и знамениями выбитет нас из Египта. И третий тост вспоминает собой чудеса и знамения, что Бог совершил во время исхода нашего. И это знак для сегодняшних верующих, что Бог и сегодня тот же самый, что Он, если мы соглашаемся с Его планом спасения, совершает чудеса и знамения, последующими чудесами и знамениями сопровождает проповедь Слова Его. И спасение Его сопровождается. И каждый, ну, конечно, на пасхальном седере, вот, и в этом году также, и в прошлые годы, конечно, в первую очередь назывались, называли мы чудеса, которые были описаны в Библии, это казни египетские, те же самые, и другие чудеса, исхода всего, и море, что стало пешеходным, и что мы прошли як по суху, есть песня такая, православная, в каноне православном, она поется не только на Пасху, вообще круглый год, в принципе, это песня, песнопение такое, як по суху пешешествовав Израиль, по бездне стопами, гонителя фараона, видя потопляемо Богу, победную песнь по им вопияше Имеется ввиду, это канон как раз первая песня, имеется ввиду, что мы прошли как по суше, по дну моря, и видели фараона потопляемо, и воздали Богу всю славу. И вот это тоже вспоминаем, вспоминаем, то, что Бог в пустыне нас споил, кормил, а это знак того, что даже если все очень плохо, если с Богом, то все будет хорошо. Если мы с Богом, если Бог с нами, то кто же с ними? Один про победу не говорил, а другой сказал, если Бог за нас, то все равно кто против нас. И в еврейской общине там дружественной песню там переделали, старую еще советскую переделали песню, там пели так на медведя выйду я, на медведя выйду я, даже без испуга, если с Богом буду я, если с Богом буду я, а медведь без Бога. Другие уже не помню куплеты, как они переделали, но все куплеты переделали вот именно в таком манере, в куринно-пасхальном таком манере. Интересно. Вот так что, да. И, вы знаете, вот действительно, ну, что про медведя говорить, если вот, помните, вот царь зверей, лев, да, он сидел в засаде, видит, идет еврей. Один еврей, я лев, у него шансов нет вообще. Вот, и этот лев бросился на этого еврея, а еврей, на него сошел дул Господний, он порвал пасть этому льву. В Библии описывается, представляете, один еврей порвал пасть этому льву. О чем это говорит, что если ты даже один, но ты в поле войн, если с тобой Бог, если он наполняет тебя Божий Дух, и любому пасть. Я не знаю, о чем думал этот лев в последние секунды своей жизни, но явно он понял, что это не его день. Ошибся, да. Лучше бы на какого-то халдея напал бы. Значит, не стоило ему связываться тогда с этим парнем. Но, вот, действительно, чудеса, знамения. И еще, во время пасхального седера, этого, как бы, порядка ужина, или как, тайны вечерей, сейчас он называет, да, в Библии, мы как именуем так. Те события, последний пасхальный ужин Ветхого Завета и уже первый, уже Нового Завета, который, естественно, совершил с учениками своими. Хотя, обычно, это семейный праздник, это или общинный, но иногда совершается это и учителями, и со своими учениками. и вот, интересно, что, да, третий тост, потом опять едим мясо, доедаем уже, значит, уже там и хлеб, травы, и поднимается четвертый бокал. В процессе этого, этого седера поднимается четвертый тост, и тот, кто, ну, как тамада, исполняет обязанности, кто на этом, берет на себя функции тамады, как бы, ведущего этого седера, он поднимает бокал четвертый и объясняет людям смысл этого четвертого тоста. А четвертый тост, он удивителен. В Библии, как раз в книге Исход, шестая глава, дальше там говорится, что и приму вас себе в народ, и буду вам Богом. Интересно. И тот, кто ведет этот, как бы, ужин, он говорит, что мы поднимаем бокал, эту чашу четвертую, в знак того, что Бог нас не просто вывел из Египта, и потом гуляйте где хотите, а Он вывел нас со смыслом. Он привел нас к себе. И Он сделал нас своим народом. И что оказывается, мудрость в том всего Исхода, что и парадокс, казалось бы, что быть свободным, это означает быть рабом Бога. И оказывается, настоящая свобода, это не гуляй поле, и живи, как хочешь. А оказывается, настоящая свобода, не просто выйти из-под власти фараоновой, а встать под власть Бога. И вот четвертый тост, он как раз к этому и подводит, что Бог, он как бы не совсем пасхальный даже, он больше говорит о следующем празднике, о Шевод, о Пятидесятнице, когда на пятьдесятый день после Пасхи, после Исхода, после полнолуния Ниссана, Бог совершил чудо, уже в третьем месяце, начало третьего месяца, он называется Сиван, по традиции, это третий месяц. Сейчас месяц был месяц Ниссан, сейчас месяц Ияр, следующий месяц третий, это Сиван. И вот, и в месяце Сиван, Бог совершил чудо, это был пятьдесятый день после Исхода нашего, Он совершил чудо, там, на горе, Он дал заповеди, Он дал Тору, Он дал постановление, правила, и удивительная вещь, Он призвал народ весь, быть Его священством, быть Его посланниками, быть Его миссией в этом мире. И, оказывается, есть замысел потрясающий, Божий. Правда, на гору поднялся лишь один Машер Абейнум, один Моисей Пророк, лишь он поднялся туда, на гору. Но было сказано, что во время протяжного трубного звука они все могут подняться на гору. То есть, когда были прерывистые, у Шафара какие звуки? Прерывистые, да? И длинные, всего лишь. Но, во время прерывистых звуков, когда Шафар трубит прерывисто, мы вспоминаем Маше, который взошел туда, на гору, и говорил со Всевышним. Но, когда протяжный трубный звук начинается, это знак того, что все мы всходим туда, во Святое, к Богу, в присутствии Его. Но, в 20 главе Исхода, там говорится, к сожалению, что план этот не состоялся во всей своей полноте. Наоборот, народ настолько был растроган, испуган, тем более, этими и правилами всевозможными, что даже горе нельзя приближаться, прикасаться, прежде, перед, ну, как бы, несвоевременно, будем так говорить, до определенного призыва Божьего. Нельзя было, под страхом смерти. Даже животное, если прикоснулся, надо было побивать камнями, или стрелой убивать. Вот. И, значит, и, но во время протяжного, трубного звука, могут они, написано было, все взойти на гору. Но народ испугался и встал вдали. Они сделали прямо противоположно, ушли. Но, как бы то ни было, Бог совершил чудо. Ну, мы знаем, что Божий совершенный план, он исполнился, почти исполнился во всей полноте своей, не тогда, в 20-й исход, а уже во второй главе Деяний апостольских. Хотя, я убежден, что во всей полноте именно, он еще исполнится. Еще. Это потрясающе. Варима позднего дождя, вот нашего времени уже, должен исполниться во всей полноте своего праздника. Именно этот день, Пятидесятницы. И, потрясающая история. Четвертый тост, да, вспоминаем, наше Бога усыновления. Пятый бокал, в традиционном пятой чаши, завершающая, в традиционных синагогах и еврейских семьях, она до сих пор не пьется никем. Она просто наливается, это самая, обычно, самая красивая чаша, последняя чаша, вот, или обычная из всех, но, на практике, это обычно самая такая, самый красивый бокал, самая красивая чаша. Вот, эта чаша пятая наливается, но, до Иисуса, никто ее не поднимал никогда. С Моисеевых самых времен считалось, что это чаша Машеха, чаша, ну, Христа, помазанника, что он эту чашу поднимет, потому что, в книге Исход, 6 глава, там уже дальше, 8 стих уже, говорится, что он ведет нас в землю, о которой клялся он, подняв руку свою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Якову. И он клялся и пожился самим собой, и сказал, я Господь, там не написано, это грамотон, Иегова, Яхта, он поклялся собой, и все, и точка. И всегда была вера, и в школе Шамая, вот перед пришествием Христа, в школе Гилеля, особенно в школе Шамая, что это бокал самого Машеха, самого Христа, что он лишь достоин поднять эту чашу, и провозносить это, исполнившимся Новый Завет. Но самое интересное, потому что в школе Гилеля говорили просто о земле Израиля, а в школе Шамая говорили о Новом Завете, Новом Договоре, Брит Хадаша, Новый Договор. Но, дамы и господа, братья и сестры, после вечери, когда все было съедено, выпито, и на столе оставалась лишь последняя чаша, которую никто не поднимал никогда, мессианская чаша. Кстати, в современном иудаизме еще со средних веков эту чашу переименовали как чашу бокал Ильи пророка, Ильяху. Считается сейчас, в современном иудаизме, считается классическим, что Илья, пророк, однажды взойдет в какую-то из еврейских семей, есть вера некоторых родинов в том, что Илья размножится и войдет во все благочестивые семья одновременно каким-то удивительным образом. Но есть разные веры. Но войдет Илья однажды, и он бокал поднимет чашу после вечера, и царство Машеха, царство Христа провозгласит. То есть, опять-таки, не свое царство Ильяху, а царство Машеха провозгласит. Но как ни крути, даже в современном исполнении все равно царство не Ильева, а царство Христова должно быть провозглашено. А во времена второго храма, особенно по школе Шамая, значит, Галилея языческая, как мы ее читаем из Нового Завета, была в основном под школой Шамая, в учении школы Шамая. Вот так вот, говорили, что сам Машех должен поднять эту чашу и не просто царство государства свое провозгласить, а Новый Завет, Новый Договор, о котором еще Иеремия провозглашал, Иеремия и Пророк, Брит Хадаша, Новый Договор Бога с Человеком. Или буквально как бы исправленный договор, измененный договор, обновленный договор. И после вечера Иешуа совершил чудо это. Вообще сама подготовка этого пасхального банкета, последнего ужина этого, она была потрясающей. Помните, Иисус сказал, не, ученики, сначала их была инициатива, они поинтересовались, они сказали, учитель, где нам приготовить пасху вообще? Где мы будем отмечать ее, пасху? Уже приближается время. И Иисус сказал интересную вещь. И Иешуа сказал, вы придете в город и увидите такое странное знамение. Хотя это невероятно, но вы это увидите сами. Вы увидите, один мужчина будет нести воду. В то время мужчину, несущего воду, знаете ли, невозможно было увидеть вообще в городе. В городе тем более. Знаете ли, если бы он какой-то мужчина еврейский нес бы воду, его бы все осуждали, все село, все, значит, дрегли, там, шмегли, осуждали бы этого человека, потому что, знаете ли, это не грех против Торы, конечно, но предания настолько были серьезные в то время уже человеческие, что нарушение этих преданий, предписаний устных расценивалось как нарушение слов Торы, нарушение Божьего слова даже, как грешник. То есть, такой человек был бы грешником. И даже если мужчина жил один, допустим, бабуль какой-то, один живет себе, сам по себе, он должен был приплачивать какой-то женщине возле, ну, соседнего дома, допустим, соседки, приплачивать, чтобы она шла на воду, за водой и не приносила ему воду. То есть, мужчина, несущий с колодца воду, это позор, и это не просто позор, а это грешник. Был бы образ грешника. В то время так было, да, как в украинской песне. Неса галя воду, коромысла гнается. То есть, что, ну, и у нас тоже, да, бабы несли обычно воду, да, значит, на коромыслах, значит, там, на себе, там, и прочее. Вот, а в то время именно в Израиле мужчина, который вот именно нес бы воду, это был бы грешник, но самое интересное, была одна секта, ну, направление такое, в иудаизме тогдашнем, который Иисус не обличал, но которые практиковали подобные вещи. Иесеи их звали. Бог устами помазанника Христа обличал и фарисеев, и саддукеев, и даже книжникам доставалось на орехи, хотя они вроде как самые мирные были, безобидные из всех этих, но даже им доставалось, знаете ли. Но, единственных, только лишь две таких, как бы, фракции тогдашнего иудаизма Иешуа не обличал. Это были и Иесеи, и Зелоты. Две такие диаметрально противоположные фракции, как бы, ультра-те и ультра-те, но, и пацифисты, и милитаристы, но, дело в том, что и тех, и других было невозможно обличить в лицемерии. То есть, как бы, они были искренни, по крайней мере. И те, что, как бы, значит, с оккупантами боролись, значит, как бы, и свою жизнь вложили, как бы, значит, за это партизанщину там проводили, и те, кто были, вот, такими ревностными исполнителями слова, и вот, ревновали именно Торе самой, и те, другие считались, как бы, меньшевиками, вот, и, как бы, считались, ой, как бы, даже презираемы часто, особенно в городах, вот, но и те, и другие понимали, что, как бы, нужна реформация, одни словом. Только по-разному пониманию было. Вот Иешуа и тех, и других не обличал, а обличал он в лицемерии как раз вот основные фракции тогдашнего иудаизма. Вот, и Иесеи практиковали подобное, хотя жили чаще всего не в небольших городах, но проживали в городах порой. И вот наперекор всем иудеям порой мужчины Иесеи порой носили воду демонстративно, показывая, что они, ну, так, грубо говоря, плюют на человеческое постановление, подчеркивая, что они не грешники против Слова Божьего, что Бог это не запрещает, а люди это пусть осуждают. То есть они шли как протестанты такие вот были. Вот, то есть представьте себе, но пришли ученики Иешуа, значит, смотрят, где что-то странное мужчина, видят точно, идет мужик, несет воду, ага, они за ним решили проследить. И он привел их на конспиративную такую явочную квартиру, да, и они, значит, пришли, хозяину дома, значит, говорят, что так и так, учитель говорит, где нам приготовить Пасху, и их ждал второй сюрприз. Удивление, не меньшее, а уже все готово. Как? Весь Израиль только собирается готовить к Пасхе все, устилать, значит, там все готовить, а у него уже готово. Что же за странный мужик такой. А на самом деле и Иесея, и тем еще отличались еще эта секта, что они загодя все приготовили, значит, и проводили загодя, чем весь Израиль. Вот это да. Ну, явно была такая и сектанская квартира, и есельская, бахтисты такие, еврейские. Вот, значит, и ладно, вот там проводили вот это вот последний, в этой горнице, да, проводили последний пасхальный ужин, обед Ветхого Завета и уже первый, уже Нового Завета. Потому что на той пасхальной вот вечере произошло таинство, таинственность какая-то произошла, чудо. После вечера Иисус вдруг поднял бокал, чашу, которую до него никто не поднимал. Представляете, какая революция совершалась в еврейских мозгах этих апостолов, когда он самим делом, самим поступком этим показал, кто он вообще. Поднял чашу и сказал, это есть чаша, новый завет в моей крови, который проливается за вас. И взял хлеб, а на столе это лишь оставался последний кусочек хлеба. Потому что после всего банкета остается только лишь афикаман. Это греческое слово, вообще-то, оно не еврейское, но с незапамятных времен именно греческое, ну как еще македонского Александра в тех времен в иудаизме этот последний кусочек хлеба, ну или первый точнее, потому что он в начале еще отмотать начало самого этого как бы ужина, обеда, распорядитель, как бы тамадан, как бы он берет средний лист мацы, надламывает его, ломает, и вот эту часть он убирает, или прячет, или откладывает, или, но должна быть она завернута в самую дорогую салфетку, как бы ткань в этом доме, которая есть, хозяйки еврейские обычно приготовляют самую дорогую вышитую, там еще там, то есть, либо золотой нитью, там или как-то еще, то есть самая дорогая вещь, и в нее заворачивают вот эту часть мацы, ее называют афикаман, странное название такое, с греческого никак не переводится фактически, ну можно перевести как тот, кто пришел, тот, кто придет, тот, кто пришел, тот и придет, или вместо того, кто придет, как-то так можно перевести, разные есть варианты перевода, вот, и все они удивительны, и вот, значит, и Ешуа взял последнюю часть мацы, оставшейся на столе, и он преломил ее, сказал, это есть моя плоть, моя плоть, интересно, когда распорядитель в начале пира, он надламывает средний лист мацы, берет три листа мацы, и обычно говорят, как раз, вот тот, кто ведет этот пир, он, как там, ада, он рассказывает, что три листа мацы, это наши пра-цы, Авраам, Исаак, Яков, и взяв средний лист, он говорит, что Авраам отдал сына своего на заклане, преломляется, да, но, оказывается, это был прообраз жертвы самого Мессии, самого Христа, потому что он сказал, это есть моя плоть, ломимая за вас, во оставление грехов, он взял чашу и хлеб и отдал это ученикам, совершилось чудо, Пасха, наша Христос, заклан за нас, благодарю Бога за все, и он верен своим обетованиям, и Иешуа, накануне своих страданий, когда воскресил он друга своего, Лазаря, он сказал, что я есть воскресение и жизнь, как при Моисее, как при Аврааме, так и тогда, так и сейчас, Бог наш, Он есть воскресение и жизнь наша, поэтому, что бы ни было бы в жизни человека, Он есть воскресение и Он есть жизнь, для меня, мое откровение об этом, о том, что есть воскресение и жизнь, было еще в 2003 году, я об этом рассказывал уже, вот здесь собрание, тоже немного рассказал об этом, и для каждого верующего, это великий знак свыше, слава Богу, и прочитанное в начале из послания к римлянам, для меня тоже очень важно свидетельство того, что Он есть в воскресении и жизнь наша, потому что, несмотря на то, что люди порой делали и делают, Бог остается верным своему слову, и к Израилю, он остался верным, для всех неевреев, разных народов этой земли, это не повод для зависти, это не повод для, о чему завидовать-то, знаете, глупо, как бывает, допустим, младшие могут завидовать старшим детям, но это глупо, на самом деле, старший, первый ребенок, он и, как сказать, первый пряник, но и первый кнут тоже, строже всего, у меня шестеря детей, я знаю, о чем говорю, строже всего, и когда еще рожаешь первый раз, то, ну, особенно не понимаешь, что такое ребенок, ты еще сам молодой, еще вчера сам был ребенком такой, значит, как бы, и строже всего спрашиваешь с первого всегда, вот, и как бы, и поэтому первенцам всегда достается на орехи больше, ну, и первый пряник им, конечно, мы любовь свою к первенцу выражаем, ну, совершенно не так, как к следующим детям, когда второй ребенок рождался у меня, третий, потом, с третьим я уже почувствовал какую-то сладость такую, иметь детей, четвертый, пятый я уже наслаждался уже, шестой я уже просто был, уже просто очень приятно, благословен, а когда внук появился, такой вообще, расставил, поэтому обычно говорят, дедушки и бабушки, когда вот внуков, почему балуют, не судите строго бабушек, дедушек, потому что, как бы, уже больше понимания есть того, что есть дитя, да, значит, и уже, как бы, есть желание, вот, любить, и, знаете, то, что, к фараону, когда Моисе пришел и сказал о том, что Израиль это первенец, знаете, у фараона был выбор, либо смерть, либо жизнь, он мог сказать, выбрать жизнь, он мог сказать так, хорошо, это первенец, мы будем вторыми, если никого нет, больше мы будем вторыми, следом за евреями, но он выбрал другое, антисемитизм его, фараонов, он не позволил ему, гордость его не позволила ему такие вещи сказать, он избрал путь вражды, он избрал путь такой, что ненависти, злобы, он посчитал ниже своего достоинства, что есть народ высший, есть народ какой-то избранный Богом, да и сами евреи порой, до сих пор многие, большинство евреев порой недопонимают, мягко так говоря, что значит быть избранным, это не просто погоны, это не просто одежда, это не просто выделяться, Мессия два тысячи лет назад показал, что значит быть избранным, что значит иметь Божий избранник, призвание, он сказал, что в миру, в этом мире обычно господствуют такие люди, которые к чему-то избраны, призваны к чему-то, но он показал другой путь, что быть настоящим евреем оказывается это умывать ноги, это на самом деле служить, это на самом деле оказывается совсем другое, это не первый портфель, это не погоны, которые нужно носить с гордостью, это оказывается служение, путь служения, и это, конечно, потрясающе, удивительно, Божье призвание, как и в любое избрание, любое призвание, это оказывается величайшая ответственность, и быть рабом, слугой, сам Мессия так показал, такой пример, и знаете, друзья, апостол Павел, написав в том послании, что в столицу, в Рим, написав, он написал еще, что дары и призвания Бога, они не приложены, он написал, что то, что Бог к чему призывает, это всегда истинно, и всегда верно, это непреложно, и в этом тоже есть большая надежда для всех нас, и евреев, и неевреев, не важно, потому что Бог в такой, я говорю, не очень дружной семье народов нашей земли, нашей планеты, Он совершил таинство спасения, родив, как бы странным, таким путем пошел, очень, как бы, ну не по-человечески совершенно, по-божьей, свыше, Он создал еще один народ, казалось бы, и так вражды всякой хватает, еще один народ, и при том призвал его, избрал его, конечно же, понимая, что это вызовет лишь, как правило, реакцию такую, зависти там, и вражды, но с великим планом спасения всего человечества, с великим планом, и от них Христос, сущий, написано над всем Бог, благостовенный, вовеки, аминь. То есть, сам Бог пришел, образ раба приняв, по виду был как человек, чтобы послужить человеку. Слава Иисусу Христу, слава Господу Богу, всемогущему, благодарю Бога за всех вас, и пусть в наших судьбах исполнится святая воля Божья. Пока за столом сидели, я вспоминал два чуда, хочу их снова вспомнить, которые Бог совершил в этом месяце, в месяце Ияре, потому что месяц Ниссан, первый месяц, Пасхий месяц, полнолуние Ниссана, Бог совершил чудо, спасение нашего из Египта. В месяце Сиван, в третьем месяце, это Пятидесятница, в каждом месяце какие-то праздники есть, большие, малые. Вот месяц Ияр, месяц без праздников был, до 20-го столетия, но именно в этом месяце Бог совершил чудо, возрождение Израиля и Иерусалима, как еврейской столицы, еврейского государства. Это два чуда, которые они просто уму непостижимы человеческому. Когда Израиль родился, когда Бен-Гурион 14 мая 48-го года зачитал Декларацию Независимости, это выпало на 5-е ияро того года, то люди говорили, политологи, такие выдающиеся, ученые, говорили, что это государство однодневка, говорили, что шансов нет у еврейского государства даже первую годовщину свою отметить. Шла речь о, в лучшем случае, каких-то месяцах существования. Но Бог показал свое могущество. Вот я рекомендую настоятельно просмотреть программу Сидорода об этом. Это сверхъестественная программа называется, программа мы, цикл программ. Там много разных чудесных вещей рассказывается. И там есть программа, посвященная как раз Израилю, как государству, возрождению Израиля, победам Израиля. И это для всего человечества огромная надежда. В том, что Бог верен своему слову. Если по отношению к евреям Бог исполнил свое слово и верен остался, это значит для всех народов этой земли великая надежда, что Бог по отношению к нам, ко всем, ко всем, ко всем никогда не изменится. Он останется верным своим обетованием, своему слову, своим обещанием. И Он исполнит в наших судьбах свою волю. Слава Ему за все. И благословляю вас стихами из Библии. Я часто беру в дорогу с собой такой мессианский талис, талит. Да, здесь тексты не только о мессии грядущем, но и о мессии уже пришедшем. Такой мессианский такой вариант талита. Но мне очень нравится, что здесь уже говорится о Христе уже пришедшем, который есть Иисус Христос. И благословение, которое пою, это из четвертой книги Моисеевой, из числов. Шестая глава, в конце шестой главы три стиха, которые благословение Хаэна, благословение священников. И Бог дал эти слова для Моисея, тот передал Аарону, его сыновьям, чтобы этими словами благоставляли сынов Израиля. И там в конце говорится и я благословлю их в конце шестой главы. И тогда Бог благословил тех людей, что вышли из Египта, евреев, неевреев, и потомков по крови, да, Якова, Израиля, и тех пришельцев, что с разных народов прилепились к Богу Якова. И сегодня Бог благословляет всех нас, разных очень людей, своими небесными благословениями, через Иешуа Машеха, через Иисуса Христа. Тогда был Моисей спасителем для своего поколения людей. Сегодня Иисус Христос, он спасителем для всех поколений, уже два тысячелетия. Тогда кто не поверил Моисею, у тех были проблемы, неважно еврей ты, не еврей. сегодня также, кто не поверил Иисусу, как Христу, у тех проблемы, неважно еврей ты или не еврей, но для всех спасений Бог приготовил. Великое спасение. И самый великий замысел Бога вообще, о котором вчера делился я, это спасение всех вообще. Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И слава ему за это, что он хочет всех и каждого спасти, и чтобы спасенные люди достигли познания истины.